здравствуйте привет вопрос сразу скажу как озвучу я вас тоже давно очень смотрю вот и вижу много что мне помогает но как бы мне такое впечатление сложилось что есть какие-то такие запретные знания и вот ими как-то надо овладеть тогда у меня почему-то все получится как-то стараться да и в ней так и останешься в ней так и останешься проверено проверено так как сам очень часто попадал вот именно в эту мысль есть какой как ты сказал еще раз есть где-то знание есть где-то и ты вот начинаешь эти знания создавать но при этом ты создаешь тех кто эти знания знает тех и кто-то откуда откуда-то накопал и и тем самым реализуешь себя вот в этом персонаже который ищет который знает все как бы роль роль прописано ты вот другой роль не будет потому что твоя роль создает сразу тех кто знает тех кто эти знания не просто знает он их он их прописывает он их придумывает и кладет чтоб ты их нашел и ты их ищешь то есть как за но закладку никогда не ходил за наркотиками за закладку ну вот идешь есть только есть закладчик а есть ну ты вот как называется который идет за закладкой а потребитель или или чайка чайки еще есть а вот и пошел все ты выбрал и дальше и создаются те кто тебе будут создавать эти вот знания создавать эти наркотики которые ты будешь искать 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 и конца края нет один один клад исчерпался то есть все пошел на другое там магазин ты большой знаний на гидре был все выбираешь да вот это те это не работает уже это не работает какой-то момент каждый из этих знаний каждый из этих наркотиков перестают работать их меняешь 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 ищешь 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 она потом все перестает работать даже думаешь блин может мухомора попробовать одну мухомор не наркотик у меня знаете как случилось что в один момент я начал типа все на рандоме пробовать типа в поисках вот это что надо все опробовать иначе по-другому никак конкретно какого-то направления порой нету бросает из страны оно так и задумано это это тема что оно так и задумано чтобы так было конечно конечно а как еще ты или на герчи или ты исследователь ну да поэтому а а а в действительности где эти все наркотики они в тебе это все химические составы которые вызывают в тебе ощущения они твои они твои собственные это не значит что ты прям можешь научиться их воспроизводить и вот как бы быть в этом опьянение это не нужно это просто вот такое как скажем ну ладно мы не сейчас не будем говорить о том что дают наркотики для чего они нужны мы говорим о знаниях что то же самое практически ты идешь за знаниями которые должны тебе что-то открыть все ты придумал эту концепцию и все взятки гладкие все с тебя все с тебя обязательства снимаешь и у как механизм тоже расслабляется он входит в фазу реализации отлично мы достигли священного граиля потому что ты понял как этот мир нагнуть есть знания которые мы найдем и все будет отлично все и ты в этой идеи упаковываешь себя и все а ты ничего не найдешь это был просто вот этот спектакль который ты создаешь и он будет время играться один и тот же а искать ничего и реализовывать негде негде ты создаешь место реализации ты создаешь реализацию ты создаешь того кому эта реализация нужна ты все время все это делаешь как мыслями замысел замысел а все практику начинай смотри на эту того кто не может перестать просто смотри на не учись на нее смотреть вот он и я перестать не могу я ищу вот смотреть же мысль кто ее думает вот часто мастера говорят смотри на того кто хочет смотри на как на того кто боится смотри на того кто ищет смотри на того кто недоволен но зачастую не раскрывают как бы всех карт а надо бы потому что ты начнешь смотреть но никого не найдешь нет того кто смотрит нет того кто желает Нет того, кто хочет, нет того, кто ищет, нет того, кто ждет. Но есть ожидание, есть желание, есть страх, есть смотрение, есть недовольство. Где? Тоже нигде их нет. И вспоминай, это мысль. Это просто мысль, которая где? Залетела мысль. Как залетела? Куда? Нет ее. Это то, чего нет. Мысль, это то, чего нет. Это просто вот мираж, аффект. Это наваждение, которое никак нельзя не выразить, и оно никак не выражено. Но ты его читаешь. И вот без практики ты не сможешь никогда с этим разобраться. Это вот, не знаю, но вот ты вышел на улицу, я много раз такую метафору проявил, показывал, и вот снег падает, и ты начинаешь... А ты никогда, ну, не видел, может, снега. Или там, не знаю, начинаешь с ним бороться, начинаешь с ним, вот самое, пытаться его убрать. Он падает. И вот эти твои мысли. Что ты с ними сделаешь? Ну, есть и есть. Может быть, это не... Как ты сказал... Вот это те описания твоей реализации, которые летят на этих снежинках. И ты смотришь, а их и нет, этих описаний. Это просто снег. Это просто снег. Это не идеи, не концепции того, что тебе нужно. Это просто вот что-то другое. Что? Что ты сам придумаешь. Пока ты не начнешь верить и видеть то, что все это создается тобой, оно будет создаваться само по себе на автомате для тебя. Перестал думать, кто ты? Ты же ищешь, кто ты, кто я. Я духовный искатель. Я ищу, кто я. Я хочу понять, кто ты. И все, ты вот этот человек, который хочет понять, кто ты. Или ты там, не знаю, бог. Как вот мы только что говорили. Бог. О, я бог. И все, стал богом. Дальше тоже момент опасный. Потому что с этим богом быстро могут разобраться. Во-первых, одного уже распяли. Ну, и с тобой что-то могут сделать такое тоже нехорошее. Богов, кстати, тоже убивали и все что угодно. Потому что они вот... Что значит быть богом? Что значит быть кем-то? Ты всегда, будучи кем-то, подвергаешься какой-то опасности. Какого-то... А что такое опасность? Это сюжет. А что такое сюжет? Это всегда конфликт. Это всегда конфронтация каких-то вот приключений, перипетий, возможностей, невозможностей. Есть-нет. Да-нет. Да-нет. Пусто есть. Возникает энергия, возникает жизнь. Из этой вибрации. Да-нет, 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 да-нет. Это сюжет. Да-нет, да-нет, это сюжет. Нет? У-у-у. Это отсутствие сюжета, но в то же время оно существует только лишь потому, что существует его противоположность. Даже если тебя туда перекосило. Например, ты спился. Вот и... И... Думай о том, кем ты хочешь быть. То, о чем я рассказываю здесь, это быть никем. Это вот быть в центре. А то, кем ты становишься, оно само происходит. Пошел в магазин, стал покупателем. Пошел к маме, стал сыном хорошим. Пошел к девушке, стал этим самым, как этот... Топ-Джи. Или кто-то... Я понимаю, что роли, да, их надо уметь как бы отыгрывать и пометовать о том, что никого нет. Но редко у меня такое получается. То есть, порой когда вас смотрю, вот, а так вот всегда забываю об этом. Пометовать о том, что никого нет, не так важно, как то, что все есть. Никого нет, это... Это знание, которое не так полезно для того, чтобы, вот, суетиться перестать. Вернее, вернее, мы, зная вот это, зная, что никого нет, и вот возникает эта суета, жизнь. Чем больше суетишься, тем как бы, ну, типа, и при делах, вот оно возникает, все есть, у-у-у, это... Поэтому знание того, что никого нет, оно и создает эту суету. Ты не сможешь с этим знанием чего-то вообще, что-то здесь делать, быть с этим, ну, как-то нормально функционировать. Это... это сумасшествие. Это полнейшее безумие. Это то, что разорвет тебя просто, твой мозг, если ты будешь памятовать о том, что никого нет. Ну, есть, нет, вот, помятуй, что о том, что все, но, все есть благо, милость. Все есть так, как должно быть, что... Вот, смотри, вот, позвонила, написала мне жена моя бывшая, она как бы до могилы будет меня преследовать со всякими своими проклятиями, оскорблениями и требованиями. И очень правильно делает, молодец, потому что вот этот во мне дерганый мальчик возникает все время, который ищет какие-то решения ей противостоять. Я этому очень сейчас забавляет мне этот момент. Я смеюсь над этим. Я просто помятую о том, что она очень делает очень правильное дело. И то, что может произойти, в принципе, должно меня как-то расстроить, напугать, потому что там она хочет на деньги каким-то образом поставить, чтобы я там ипотеку выплатил. А я не работаю. Она перестала работать. Мне надоело. И это ее дико бесит, потому что я работал, и она получала много денег. А сейчас я нет. И она хочет там в суд подать. А по решению суда там такие законы, что вот у меня все отберут. И мы еще могут меня в тюрьму посадить. Вот. Это все очень интересно и весело. И как я вот с этим буду, это вот и смотрю, этот фильм такой появился. И как я в этом фильме себя проявляю. Ну, это интересно. То есть оно, с одной стороны, приглашает к какой-то суете, к какой-то панике, к каким-то там звонкам куда-то. И ты такой хлоп и останавливаешь себя. Нет. И отпускаешь. Ну и не сопротивляешься ничему. И не в позу не встаешь ни в какую. А просто смотришь. Вот оно есть. И благодаришь. Благодаришь за эту ситуацию. Благодаришь эту жену бывшую. И смотришь, что ты можешь в этом смысле сделать. Не потому что ты боишься. А потому что, собственно, вдруг мои какие-то... Вдруг ее вот это вот требование создаст какой-то интересный поворот в моей жизни. Я предпринимаю что-то ненасильственно для себя. Открою в себе другие какие-то возможности. Другие двери. Все время с интересным. То есть все время с благодарностью. Все время принимать вот эти вот страхи, как приглашение к повороту сюжета твоей жизни. Тебе все время жизнь предлагает совершить какой-то интересный поворот. Куда ты не знаешь. Есть, понятно, поворот не туда. Если бежишь от кого-то, ты всегда завернешь не туда. А есть свобода. Рулю куда хочу. И тебе жизнь предлагает то, что ты едешь прямо. И вот не знаешь уже куда завернуть. Она тебе говорит, давай сюда. И поехал. И смотришь. Интерес. Вот это пометование. Мне все интересно. Все, что не происходит, это мне подкидывает Бог как вариант. И помнить о том, что к чему ты не прикасаешься, а прикасаться нечем, все иллюзии. Это все вот мысль. К чему не прикасаешься, становится волшебством. Любой момент твоей жизни является в себе волшебный сюжет. Даже если тебе дали по башке, и ты очнулся в лесу ограбленный. Это все и есть вот то приключение, то волшебство, которое. Смотришь, как тебя туда закинуло, как тебя туда вырулило, что ты тут оказался. И дальше делаешь вывод. Хочешь ты в какую игру играть? Игру любовь или копать говна? И это все мысли. То есть ты этого, ну, собственно, нет никаких критериев и правил того, как это должно быть сделано. Это все фантазии. Сначала это замысел, сначала это какая-то идея безумная, и ты ее делаешь. Ну, ты-то помнишь, что если в определенной, в алгоритме таких действий есть правило. Начинаешь кривляться, выебываться, значит, забываешь, что весь мир это ты. И все. И тебе мир начинает доказывать, как... Уже пройденный, пройденный этап. Уже был такой. Въебывался, кривлялся и напоролся. Уже такое было все. Уже осознанность в этом немного. Ну, тем не менее, вот этот вот демон, который тебя провоцирует на такие вот вещи, он всегда будет рядом. Он всегда будет переэкзаменовывать тебя, так что будь внимательным. Ты знаешь, вот эта жизнь, она всегда экзамен. Вот все, что происходит, это каждый день, каждая ситуация, это вот такой экзамен. Общаюсь ли я с тобой, общаюсь ли я с каким-нибудь... Вдруг вылезает там вот какой-то вот коривляк и долбоебный человек писать, я понимаю, что... С одной стороны, зачем я ему отвечаю? Зачем я трачу время на то, что ему что-то отписываю? Нет, это экзамен. Это мой экзамен. Я слежу за своим умом, я слежу за своими ощущениями. Ты все время вот в этом процессе. То есть вот это единственное пометование, которое полезное. Ты в экзамене. Ты все время в решении какой-то интересной, подкинутой тебе задачи. Ты никогда никуда не вырвешь. Ты уже в этой, внутри этой игре. Это и есть конечный пункт. Ты в ней, вот в этой жизни. Все, ты реализован полностью, играешь. Ты игрок высшей категории. С любыми маркерами этой реальности. Ты их можешь как создавать, так и можешь ими пользоваться. Под маркерами я имею в виду все осязаемые объекты. Начиная от законов каких-то, физики, химии, математики, заканчивая просто предметами из магазина и людьми. Это вот маркер. Вот ты внутренний. И ты так же можешь создавать свои новые. Как внутри себя маркер убеждения, так и быть полезным для того, чтобы наполнять этот магазин бесконечно. Все зависит от тех навыков, от той профессии, в которой ты находишься. От тех безумных идей, которые вдруг родят какую-то новую историю. И тоже помнить, что ты уникальный, невероятный игрок в этом, во всем. Ты носитель того, чего нет ни у кого. Это вот тоже одно из важнейших пометований. Потому что, когда ты смотришь на... Ну, например, чем ты занимаешься? Или, например, кто тебе нравится? Кому ты там завидуешь? Ну, завидую, но как талантливым людям. Ну вот, хорошо. Вот этих талантов они добились. Они уже добились его. Они уже являются этой картинкой. Уже являются... Тебе не нужно этим быть. Вы все друг друга занимаетесь, каждый своим делом. Кто-то снимает кино, кто-то пишет стихи, кто-то сочиняет музыку. Кто-то сочиняет музыку такую, ты можешь сочинить другую. Но заниматься, например, музыкой или каким-то искусством только потому, что вот тебе нравится такой успех, ничего не получится. У тебя будет другой успех. Ты должен выбрать, какую музыку ты будешь играть, каким искусством ты будешь заниматься, какое дело, какую профессию или в чем ты будешь мастером. Даже если это будет какая-то ерундовина вообще страшнейшая. Ну а без нее как, знаешь, там не полетит космический корабль. И вот ты должен это помнить, что ты и есть вот та часть, тот пазл определенный, который все решает. Который ты в себе не ощущаешь, но он может проявиться. Помнишь гадкий утенок? Нет. Он уже, будучи, став лебедем красивейшим, самым красивым, а он все еще думал, что он урод. И он настолько додумался до этой мысли, что захотел, чтобы его убили. И последний рывок его, последняя его мечта была о том, чтобы его убили. И он увидел этих красивых лебедей и бросился к ним с криками «Убейте меня!». Блин, надо посмотреть обязательно. Ну это нет, это только у Андерсона ты можешь прочитать, в мультике этого нет. И лебеди увидели невероятно красивого лебедя, который бежит к ним и кричит «Убейте меня!». Они обалдели, потому что они красивее ничего не видели в жизни. Он жил с убеждением, в представлении того, что он урод. У меня тоже так. Ну вот, мы каждый из нас, это гадкий утенок. Да, ну прям бывает, что блок такой наложен на какие-то действия от этих мыслей. А оно все само растет. Ты ничего не делаешь, а ты уже, оп, стал чем-то. Оно уже, любое твое, даже бездействие, оно все равно вырабатывает какой-то навык. Ты все равно что-то делаешь для того, чтобы ничего не делать. И вдруг ты себя в чем-то обнаруживаешь. Я не имею в виду какие-то вот социальные критерии и каких-то вот дел сраных. Это какое-то вот даже твое вот, не знаю, вдруг понимание вот своего партнера там. Какие-то интересные вдруг отношения возникнут. Ты уже становишься незаурядной частью этого сюжета. Общаясь как-то по-другому. Даже вот тот величайший маркер, когда все становится на свои места, когда люди, решая свои проблемы, вдруг просто берут и прощают своих родителей. И, ну это слишком высокомерно, да? Ну для начала, если там совсем жесть была. Прощают не потому, что вот проявляют свое высокомерие, потому что настолько начинают понимать причины того, из-за чего они их ненавидели, того, что вызвало в них эту ненависть, что начинают их им сочувствовать, принимать, любить и тем самым отменять вот те роли, в которых они заставили детей своих не любить их. Это величайший трип, самый мощнейший, что может быть, когда ты вот приходишь, приезжаешь к своим родителям, после многих лет там, где бывает, что по 10, по 20 лет не видят своих родителей, отрезаются полностью и возвращаются, и оставляя все свои дела, оставляя всю свою суету, оставляя все свои вот эти вот, которые их... не дают им как-то вот побыть с мамой, с папой. И вдруг вот эта связь вышибает какие-то такие мощнейшие клапаны, такую показывает тебе дорогу невероятную, новую, о которой ты даже не подозревал, когда вы вдруг перестаете играть вот эти роли. Потому что прощение и возврат к родителям – это как бы конец спектакля. Спектакль под названием «Родители и их ребенок». Вот этот спектакль обязательно нужно закончить. Это как пример того, что вот такая вещь является тоже очень священным и важным моментом, когда ты не знаешь, когда ты совсем не вот запутался и не понимаешь, какую игру играть. Вот сыграй в эту. Она как, знаешь, она как мухомор. Дает вот многим... Просто дается многим бесплатно. Без всяких практик десятилетних достижений каких-то, сатарей и так далее. Просто берешь и позволяешь себе любить свою маму или папу. Ну, если они еще живы. Вот. Вот. Вот и все. Все, что нужно. И не надо ничего достичь. Это и будет являться высочайшим достижением. Ты, оказывается, поймешь, что все твои желания чего-то достичь, вот были из этого конфликта, росли. Из конфликта с мамой. И вот ты начал дергаться. Вот тебе мама когда-то сказала, ты идиот. Мне стыдно за тебя. Стыдно за... И пошло-поехало. Проклял ее, ушел из дома. Но вот этот триггер, чего-то надо добиться, чего-то надо здесь сделать, потому что мама кричала. И он от тебя тащит. И ты никак не можешь вырулить. Проходит 20 лет, ты просто приезжаешь и говоришь, мам, все, хватит играть в этот спектакль. И спектакль заканчивается. И она перестает быть мамой. Ты перестаешь быть сыном, ребенком. Вы просто становитесь двумя вот существами. Двумя какими-то взаимодействующими и помогающими друг другу. Совершенно... Ну, вроде-вроде мама и сын, но не совсем то, что было раньше. Ладно, заговорились. Да, спасибо за такой ответ. Спасибо тебе, спасибо. Спасибо.